Добрый вечер! В эфире Наши Новости. В студии работает Тарас Брезицкий. Подводим итоги очередной рабочей недели вместе с вами. Не пропустите в сегодняшнем выпуске. Жизнь с новым лицом. Парень, пострадавший от взрыва, на южном берегу перенес сложнейшую операцию в Симферополе. Состояние средней тяжести. Провели обработку разморженных тканей, удалили нежизнеспособные ткани. Травма очень тяжелая, но это минно-взрывная травма. Глава Крымского парламента провел прием граждан. Владимир Константинов лично поможет людям, которые попали в нетипичные ситуации. Совершенно личные какие-то истории, которые не вписываются ни в один регламент, ни в один закон. Все задержанные в Крыму по делу запрещенной в России террористической организации Хизбут-Тахрир проведут под стражей до 15 мая этого года. Такое решение принял Киевский районный суд Симферополя. Напомним, речь идет о 23 задержанных. Пятеро из них обвиняются в организации деятельности террористической организации, а остальные в участии в ней. А датайство защиты в отношении избрания иной меры пресечения были отклонены судом. О проведении обысков на территории Крыма у членов террористической группировки в пресс-службе у ФСБ сообщили утром 27 марта. Позже в ходе спецоперации совместными усилиями ФСБ России, полиции и нацгвардии была пресечена деятельность международной террористической организации, действовавшей на территории Крыма. Задержаны 20 предполагаемых террористов из числа главарей и рядовых участников преступной группы. Позже в ходе дополнительных обысков по месту жительства была изъята пропагандистская литература и средства связи, а также различные электронные носители информации, которые задержанные могли использовать при ведении террористической деятельности. Состояние парня, изувечившего себя вследствие неосторожного обращения с живчаткой, по-прежнему остается средне тяжелым. Подросток, которого доставили из Ялтинской больницы в Симферополь в тяжелейшем состоянии, перенес операцию. Сейчас за ним пристально наблюдают медики, а рядом находятся родители. Что сумели сделать для пациента, для того, чтобы хотя бы частично реабилитировать внешность, узнавали наши журналисты. Вот здесь, на четвертом этаже, в отделении ортопедии, нейрохирургии и травматологии, пострадавшей проходит лечение под пристальным взором уже симферопольских медиков, которые оценивают его состояние как средней тяжести. Впрочем, какими бы ни были прогнозы, совершенно очевидно, что жизнь парня уже никогда не будет прежней. Ему не только придется заново осваивать элементарные функции, но и научиться смотреть на нового себя в зеркало. Пожалуй, к счастью, в этом материале вы не увидите ни лица больного, ни реакции на произошедшую трагедию его родителей. Вот отделение, в котором парень проходит лечение, а вот палата, где он находится вместе с мамой. Последняя на контакт с прессой не идет, двери плотно заперты. Да и увидеть, что за ними нет ни малейшего желания у других пациентов, которым пока, даже попав сюда, повезло значительно больше. Ситуацию описывает главврач больницы Анатолий Олейник. Увиденное опытным медиком ночью 26 марта повергло бы в шок простого обывателя. Провели обработку разморженных тканей, удалили нежизнеспособные ткани. Травма очень тяжелая, но это минно-взрывная травма, множественные раны лица. Процесс реабилитации сложнейший. Руки парню сшили по крупицам так, как это было возможно. Вместе с пострадавшим в столицу были доставлены и оторванные конечности. Однако это оказалось лишь попыткой ухватиться за несуществующий шанс. Правую часть ладони разорвало практически полностью. Тем не менее, специалисты не теряют надежды изменить ситуацию. Смонтирована специальная система аппарат внешней фиксации, так как получается часть кисти не может быть фиксирована, так как отсутствуют просто кости в данном сегменте. Процесс длительный, поэтому быстрого какого-то результата дождать невозможно. Эти раны являются первично инфицированными, поэтому лечение здесь и антибегатериальная терапия, барокамера получает все необходимые перевязки, обработки. То есть, ну, будем заниматься, лечить. А это руки, которые пытались спасти руки пострадавшего парня. Сложнейшую операцию проводил доктор Антон Горохов. Говорить о подробностях тоже отказывается из врачебной этики. Самое шокирующее из уст доктора для пострадавшего парня теперь жизненная обыденность, к которой придется долго привыкать. Тяжелым испытанием для 15-летнего подростка станет даже ежедневный прием пищи. Кисть пострадалась сильно, ребенок, скорее всего, не сможет полноценно пользоваться рукой и предстоит ему дальнейшее лечение и восстановление. На сегодняшний день проводится лечение данного пациента, выполнена реконструктивная операция, как направо, так и для его кисти. И сейчас ребенок получает терапию по основному заболеванию. Вопросов в ужасной ситуации, искалечившей судьбу несовершеннолетнего парня, пока больше, чем ответов. Что послужило причиной взрыва, как быстро он сможет вернуться, если не к прежней, то хотя бы к жизни в целом? Сумеет ли вынести удар судьбы при помощи родных? Ответы на фактические вопросы даст следствие, а на моральная сама жизнь. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Глава Крымского парламента Владимир Константинов провел прием граждан. Он выслушал проблемы людей, пообещал разобраться в них. Спикер помог в самых сложных ситуациях, где стандартные методы работы не действуют. Сюжет Никиты Егорова. Хоть Крым и отметил пятилетний юбилей воссоединения с Россией, в некоторых моментах республиканские должностные лица не догоняют коллег с материка по качеству работы. Иногда одни документы теряются, а другие не получается оформить из-за различных ошибок. В таком случае люди оказываются в сложных ситуациях, где без помощи крымского руководства не обойтись. Для решения таких проблем Владимир Константинов провел прием граждан. Это обычно совершенно личные какие-то истории, которые не вписываются ни в один регламент, ни в один закон. И это не требует ручного вмешательства, а, попросту говоря, протянуть руку полностью. Одна из подобных ситуаций сложилась вот у этой жительницы Симферополя. Ей уже 80 лет. Она ветеран труда, но пенсию получает минимальную. Виной тому пропавшие из архива документы. Именно в таких случаях людям особо нужна помощь. Трудовой есть приказ? Есть какая-то зацепка, есть какая-то? У меня трудовой написано. Ну все, давайте, да, мы это расковыряем. Давайте посмотрим тогда, возьмем на табор, Владимир Владимирович. Давайте, добро, вот Светлана будет заниматься с вами, мы окажем помощь вам. Впрочем, это далеко не единственная сложная ситуация. Жители Николаевки, например, недовольны тем, что поселковый рынок сдается в аренду частным предпринимателям, при том, что является муниципальным. Это приводит к тому, что самим жителям сложно получить места на торговых рядах для продажи своих товаров. Для решения этой проблемы Владимир Константинов поручил создать специальную комиссию. Никита Егоров, Служба новостей и ТВ. Открытие новых горизонтов в отношениях между Крымом и другими субъектами федерации. В Государственном совете республики состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между крымским землячеством, Республики Татарстан и Общественной палатой. Подробнее в сюжете Анны Беляевой. Не так давно на территории республики свою деятельность развернула общественная организация Крымское землячество Республики Татарстан. В их полномочия входит не только адаптация приезжих на полуостров, но и помощь в организации мероприятий различных уровней. В течение трех дней делегация Общественной палаты из Татарстана присутствовала на территории полуострова, изучая опыт и практику крымских властей. И уже сегодня организация в официальном содружестве с Крымом. Крым, как известно, это многоедничный регион. И вот в нашу, так сказать, палитру национальностей крымских влилась и эта древняя культура Татарстана. Недавно у нас были представители Общественной палаты Татарстана, мы с ними сотрудничаем. В Крыму бывал и президент Татарстана, поэтому мы рассчитываем на плодотворное сотрудничество и будем вместе принимать важные решения для того, чтобы выполнить те задачи, которые стоят перед Общественной палатой. Такие отношения позволят решить многие общественно важные дела коллективно. Представителей из Татарстана такой ход событий устраивает. С нашей республики, с соседних республик приезжают сюда люди, но отсутствие какой-то культуры, вернее, её представления, каких-то традиций делает необходимость присутствия на этом рынке. Поэтому мы попросили, чтобы нас тоже включили в какую-то общественную работу по поддержанию нашей культуры, по её трансляции, по её коммуникации в массы. Поэтому мы здесь. Соглашение будет способствовать внутренним связям с Республикой Татарстан. Ещё один шаг, который поможет закрепить рабочие и дружеские отношения между субъектами Федерации. Анна Беляева, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Во второй части выпуска поговорим о таких событиях. Не пропустите. Управление Федеральной налоговой службы Крыма отметило пять лет со дня создания ведомства. С чего всё начиналось и какие результаты работы спустя сравнительно короткое время. Благодаря развитию экономики Республики Крым, благодаря выводу заработной платы из тени, теневого бизнеса и обеспечен такой значительный рост. В Сиферополе прошёл региональный этап всероссийского фестиваля, конкурса «Хрустальные звёздочки». Больше 15 юных артистов продемонстрировали свои таланты. Возможность новых знакомств для детей и вообще любой конкурс – это путёвка в будущее. Сотрудники пограничного управления ФСБ пресекли распространение контрафактной табачной продукции в Керчи. На одной из точек в торговом павильоне мужчина реализовывал контрафактную табачную продукцию. При обыске оперативники выявили и изъяли более 15 тысяч пачек сигарет, подлежащих маркировке специальными акцизными марками Германии, США, Белоруссии, ЛНР и ДНР общей рыночной стоимостью свыше 1 миллиона рублей. Предприниматель был привлечён к административной ответственности. Ему грозит наказание в виде штрафа с полной конфискацией табачных изделий. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым отмечает 5 лет со дня создания ведомства. Расширенная коллегия прошла сегодня в Гаспре. С чего начиналось становление ведомства? Какие итоги подвело руководство налоговой службы спустя 5 лет? Какую часть бюджета Республики занимают налоговые сборы? Подробности в сюжете нашей съёмочной группы. Орган, который впервые в России объединил под своим управлением сбор основных государственных доходов, был создан ещё в 1573 году. Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым – самое молодое ведомство в стране. Оно было сформировано в 2014-м. Сегодня управление отмечает свой 5-летний юбилей. Итоги работы были подведены на расширенной коллегии в Гаспре. Удалось не только превысить поступление по стране с 2013 годом более чем в 2,5 раза. Благодаря развитию экономики Республики Крым, благодаря выводу заработной платы из тени, теневого бизнеса и обеспечен такой значительный рост. За столь короткое время ведомство полностью вошло в правовое поле Российской Федерации. Основной показатель, как результат работы крымской налоговой – темп роста налоговых платежей в бюджет Республики. Кроме того, в ведомстве определены и планы работы на будущее. Сейчас у нас внедряется новая информационная система из налог-3, благодаря которой результаты работы налоговых органов, я надеюсь и уверен, будут еще лучше. Это внутренняя система, которая подразумевает объединение всех баз данных по всей территории Российской Федерации. Оценили работу ведомства и в Крымском парламенте. В составе бюджета 2019 года, крымского бюджета, в сумме почти 193 миллиарда рублей, есть собственные средства, которые вместе с налоговой администрацией, с налоговыми органами, вовлечены в реализацию тех социально-экономических проектов, которые осуществляются в Республике Крым. В свою очередь, заместитель председателя Совета Министров Крыма Ирина Кивяко отметила, что взаимоотношения, которые сложились у крымской налоговой службы и у правительства республики, это слаженная работа, направленная на увеличение поступлений платежей в бюджет. Мне очень приятно отметить, что у нас всегда конструктивные рабочие отношения, мы можем ходить, отбаливать, навыки, служить по средству, по льготам. Но это все способствует лучшей работе и всех наших налогоплательщиков, и нашему зарегистрированию по правительству налоговой администрации. Руководитель Крымской налоговой и лучшие сотрудники ведомства были награждены благодарностями и почетными подарками. Мария Моссур, Артур Чалый, Служба новостей и ТВ «Газправ». Сладкая вата и ростовые куклы. В Крымском университете культуры, искусств и туризма прошла акция «Культурный минимум». В этом году она проводится уже второй раз и посвящена Году театра. На мероприятие пригласили маленьких симферопольцев. Смотрите сюжет «Яна Витренюк». Сегодня на площади Угрымского университета культуры, искусств и туризма многолюдно и шумно. Для маленьких симферопольцев студенты устроили настоящий праздник. С ростовыми куклами, сладковатой и попкорном. Мы хотели сделать не просто одно мероприятие, а сделать нечто большое, что запомнится детям. Поэтому мы взяли и мастер-классы, и угощения подготовили, и подготовили вот такую замечательную программу, чтобы это был целый большой полноценный праздник. Анимационная программа, мастер-классы на различный вкус. По завязыванию шнурков, аквагрим и рисованию на большом холсте. Все для детей. Я решила это сделать, чтобы принести какую-то веселье для них, чтобы они были чуть-чуть счастливее. Основными участниками мероприятия стали студенты Кукиита. Ребята устроили целую шоу-программу. Переоделись в костюмы Человека-паука и Мини-Маус. Также малыши развлекали и мультяшные миньоны. У нас несколько направлений подготовки, но именно конкретно это направление подготовки. Они занимаются анимационными программами, концертами и так далее. В этом плане. Каждый ребенок смог найти что-то свое, полюбившееся на этом празднике. Довольны и родители. Великолепное мероприятие. Проходит очень весело. Детям очень нравятся мастер-классы. Организация на высшем уровне. Что больше всего понравилось вам? Мне больше всего понравилось рисование на асфальте. А тебе? Мне все понравилось и на асфальте рисовать, и паку, и паку, и паку. Мне все понравилось. Такие акции планируется проводить регулярно, чтобы еще больше улыбок появлялось на детских лицах. Яна Витренюк, Александр Рыбин, Служба новостей и ТВ. Попробовать свои возможности на сцене, а в будущем выступить перед многомиллионной аудиторией. Федеральная служба судебных приставов провела фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» на региональном этапе. На сцене Крымско-татарского академического музыкально-драматического театра юные звезды со всего Крыма показали свои таланты. На сцене самые яркие и талантливые дети пришли показать свою индивидуальность. Ведь именно для этого и существует конкурс. В «Хрустальных звездочках» могут принять участие только дети госслужащих. Каждый участник конкурса перед выходом на сцену переживает, но все равно надеется победить. Помогает справиться с волнением и поддержкой самых близких. Пришла поболеть за сына Юлия Степанищева. Девушка работает в Госкомитете по охране культурного наследия. Я считаю, обязательно нужны такие конкурсы. Раскрывает таланты, также возможность новых знакомств для детей. И вообще любой конкурс – это путевка в будущее. Жене 10 лет. В конкурсе участвует не первый год. Возможность заниматься любимым делом для мальчика важнее результатов конкурса. Мне вообще нравится самому петь и играть. У меня еще абсолютный слух просто. И я пытаюсь еще иногда сочинять мелодии. Выступал сегодня на сцене со сложным для ребенка репертуаром. На фортепиано исполнил вальс Эдварда Грейга и песню группы «Битлз». Еще одна участница в конкурсе – 13-летняя Полина. На суд зрители представляют народную песню «Выйду на улицу». К «Христальным звездочкам» готовилась основательно. Всей семьей сшили костюм, репетировали номер. В конкурсе девочка рассчитывает победить. Требования к себе ставят не детские. Вильность к себе. Волнение, конечно, должно присутствовать, но не очень сильное. И чтобы все хорошо получалось, главное – работать и хорошая подготовка. Конкурс состоит из нескольких туров. Те, кто прошел заочные и очные этапы, едут в Москву. Там проходит главное сражение за титул победителя. Крыму «Хрустальные звездочки» проводятся с 2014 года. Однако Всероссийскому фестивалю конкурсу уже 10 лет. Инициатором мероприятия выступает Федеральная служба судебных приставов. Данный конкурс призван поддерживать талантливую молодежь, талантливых детей, работников правоохранительных структур и иных государственных органов. Вот сегодня мы встречаем 15 представителей с государственной структурой Республики Крым. Будем давать оценку им, помогать. Ребята, которые смогут победить в этом этапе конкурса, будут представлять Республику уже на всероссийском уровне. Это все новости на сегодня. В студии для вас работал Тарас Брезицкий. Желаю вам хорошего вечера и приятных выходных. Всего самого доброго. До свидания.